Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Диктатура от древнейших времен до наших времен. Вот эта книга «Карл Шмидт. Диктатура» рекомендуется для обязательного прочтения всем русским интеллектуалам. Потому что здесь собраны фундаментальные данные, фундаментальные соображения о порядке введения диктатуры и тех задачах, которые диктатура решает. Исторический опыт расценен, рассмотрены текущие на период жизни Карла Шмидта правовые нормы. Дан образец анализа этих правовых норм, который применим и сегодня. Эта книга выпущена издательством «Наука» в Санкт-Петербурге в 2005 году. Вот полное название «Диктатура от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы». Исходно эта книга впервые была выпущена в 1921 году. И последнее издание было в Германии, на немецком языке, в 1978 году. Вот предисловие к четвертому изданию. Это не такое уж простое чтиво, прямо скажем. Мне тоже пришлось потрудиться над этой книгой. Тем не менее, здесь изложено учение о национальной диктатуре. Всем, кто разрабатывает русское национальное мировоззрение, русскую национальную идеологию, эту книгу обязательно надо читать, несмотря на сложности текста. Необходимо этот текст понять и применить разработки немецкого мыслителя, классика, правоведа и государствоведа Карла Шмидта к нашей действительности, к нашим национальным задачам. У нас нелегитимная конституция, которая не была принята на референдуме, как нам рассказали. Но, тем не менее, хоть что-то есть, на что-то можно опереться. И на что здесь можно опереться? Здесь есть, во-первых, возможность введения чрезвычайного положения с помощью фарламента. Статья 55 Конституции «Права и свободы человека и гражданина» могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в которой это необходимо, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, права, законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Это формулировка обвинительная против ныне действующего режима. Поэтому, если будет парламент, который следует национальным интересам, он объявит на основе этой статьи чрезвычайное положение. Идет закон, который установит на какой-то срок определенные нормы управления. Есть следующая 56 статья, на основе которой написан конституционный закон о чрезвычайном положении, где ввести чрезвычайное положение может президент своим указом. И этот указ должен быть в течение 72 часов подкреплен решением Совета Федерации, уже без Государственной Думы. То есть, если будет действительно у власти стоять русский национальный лидер, настоящий национальный лидер, лидер нации, то он объявит это чрезвычайное положение, потому что то, что понаворотили эти люди, находящиеся у власти, надо срочно исправлять. Как исправлять? Какие меры национальной диктатуры? Перефразирую лидера, можно сказать, остановить хаос военизированными средствами единоначалия, чего сейчас нет. Провести кадровую революцию, вернуть Россию на ее исторический путь, дав понятие народу о его ценностях и о его истории. Мы дополняем это задачами, которые не раз деплорировались. То есть, национализация собственности власти, я еще добавлю, информационных ресурсов олигархии, национализация собственности власти и информационных ресурсов олигархии. Есть формула очень простая, которая просится в лозунге «Чиновник не власть, деньги не товар, средства массовой информации, не частное дело». Вот это формулы, с которыми мы можем идти к людям и объяснять, что такое на самом деле национальная диктатура. Это освобождение от диктатуры олигархии, в условиях которой мы живем. Я думаю, кстати, что Иван Ильин наверняка ознакомился с книгами Карла Шмидта, может быть, не так подробно. Тем не менее, он наверняка или знал работы, посвященные деятельности, интеллектуальным трудам Карла Шмидта, либо читал их в оригинале, потому что жил в Европе в те же самые времена и в совершенстве владел немецким языком, и даже на немецком языке писал свои собственные труды. Я думаю, что есть много перекликающихся моментов между тем, что писал, публиковал Иван Ильин, и тем, что публиковал Карл Шмидт. К сожалению, Иван Ильин прожил значительно меньше, а Карл Шмидт пережил и Первую мировую, и Вторую мировую, и прожил до очень преклонных лет, можно сказать, едва-едва не дотянул до крушения Советского Союза. Я не могу сказать, что тема диктатуры в правовом смысле или в политическом смысле в достаточной степени разработана. Отчасти этой темой занимались большевики, когда пытались обосновать необходимость пролетарской диктатуры и представляли дело так, будь то пролетарская диктатура, это и есть, можно сказать, историческая неизбежность, и она должна рассматриваться как обязательный инструмент во всех политических трансформациях, которые они якобы ожидали. На самом деле, я думаю, что это была ложь, это была ложная идеологическая доктрина, в которую сами большевики не верили, но, может быть, самые необразованные из них могли уверовать вот в эту доктрину пролетарской революции, всемирной революции и обязательности диктатуры пролетариата. Теоретически, можно сказать, эта тема никак не разработана, то есть она осталась на уровне лозунгах. До нашего времени, естественно, когда начали строить уже не пролетарское, как говорили теоретики социализма, общенародное государство, тема диктатура отмерла. Наоборот, слово «диктатура» стало везде, можно сказать, нарицательным, отрицательным, отрицающим некие политические режимы, в которых устанавливались какие-то жесткие правила правления. Это было связано, конечно, и с предвоенным характером правлений, которые возникали, скажем, накануне Второй мировой войны, или возникали в результате государственных переворотов, военных переворотов. Чилийский режим, например, назывался диктатурой. На самом деле, может быть, он и был диктатурой, но те негативные смыслы, которые в него вкладывались, должны были быть отнесены к тираническому режиму, то есть к режиму чрезвычайного положения, который не знает ни своих границ, ни временных ограничений. Но мы знаем, что и диктатура в Испании, и диктатура в Чили, и многие другие диктатуры были ограничены и по времени, и по задачам, то есть были вполне средством решения тех проблем, которые стояли в условиях чрезвычайного положения и необходимости спасения государственности. Да, не все прекрасно, не все идеально в диктатурах, и люди не идеальны, поэтому можно, конечно, отыскивать массу всяких недостатков и даже преступлений со стороны тех, кто осуществлял диктаторские режимы. И тем не менее, это режим все-таки не бесправия, а режим правового государства. Вот сейчас, например, в Российской Федерации нет правового государства, а чрезвычайное положение, введенное через национальную диктатуру, конечно, будет режимом правовым, исключительно правовым, и не будет никакого произвола ни чиновников, ни судей, ни следователей, ни прокуроров. У нас произвол является основой жизни, поэтому и говорится о том, что управление России осуществляется вручную. А что значит вручную? Вручную – это значит без закона, это значит произвольными решениями чиновников или высшего чиновника президента, или человека, называющего себя президентом Российской Федерации. Вот чиновники, которые правят по произволу, им очень удобно видеть произвольные решения, присягать на верность этому самозванцу, и также произвольно действовать в своей сфере, только бы не потревожить начальство, не затруднить интересы тех лиц, которые в буквальном смысле слова крышуются, то есть покрываются тем вышестоящим начальством, то есть разделив страну на вот такие бандитские, воровские уделы, ею и правят. Это не правовое государство. Здесь суд не работает, прокуратура действует не в интересах граждан, следствие то же самое фальсифицировано, то есть мы не видим никаких признаков торжества права. А чрезвычайное положение национальной диктатуры должна установить торжество права. Закон может быть значительно проще, чем действующие ныне, потому что Государственная Дума каждый день своего заседания принимает до 70, а то и 100 законов, в основном исправления в другие законы. Это законодательный хаос. Должны быть введены очень четкие нормы, которые в итоге кодифицируют все законодательство и уложат его в одну книжную полку. Этого будет вполне достаточно, чтобы править по закону и по совести. Поскольку русская мысль не остановилась, она вновь пробудилась от принудительного, можно сказать, сна после коммунистического режима. И в 90-е годы о национальной диктатуре, в том числе опираясь на Ильина, писали немало авторов. Сейчас я не буду их перечислять, потому что меня интересует больше итог, о чем я хотел как раз сказать. Я хотел прочитать, потому что, к сожалению, письменные тексты такого объема редко читают люди. Они считают, что это слишком длинно для них, много букв. Может быть, выслушают. Это статья, которая была написана нами вместе с Борисом Виноградовым, Борисом Алексеевичем Виноградовым, доктором технических наук, профессором, который ныне больше живет в Санкт-Петербурге. А тогда в Москве мы тесно взаимодействовали, совместно написали книгу «Стать русским в Россию». В России написали еще в сотрудничестве с несколькими интеллектуалами несколько законопроектов чрезвычайного положения, в том числе касающих, например, демографической ситуации. И затем составили целостный текст о мерах национальной диктатуры. То есть о мерах переходного периода от нынешнего совершенно безобразного состояния нашей государственности к тому состоянию, в котором возможно будет развитие, возможно будет защита национальных интересов. И так все очень конспективно, очень плотно. То есть текст этот не размазанный. Здесь много не объясняется. Некоторые слова, может быть, будут кому-то незнакомы и что-то потребует дальнейших разъяснений. Тем не менее, для посвященных людей, посвященных в тему, в этот вопрос, сразу станет ясно, о чем идет речь. Обоснования мы, может быть, отложим для каких-то других времен, когда подробно будем говорить о конкретных блоках, которые находятся в этой статье. Итак, декреты национальной диктатуры. Первый раздел. Образовать правительство национальных интересов, призванное осуществить в течение трех лет мероприятия национальной диктатуры и провести всеобщие выборы по завершении своих полномочий. В течение трех лет. Создать при правительстве консультативные советы по направлениям деятельности, куда перенести вопросы общественного и профессионального представительства. Общественного и профессионального представительства. Это значит, что представители общероссийских организаций, профессиональных организаций, корпоративных организаций формируют совещательные органы, которые в значительной мере мотивируют деятельность правительства национальной диктатуры и задают мероприятия этой национальной диктатуры. Создать Государственный комитет по конституционной реформе. Преостановить деятельность Государственной Думы, Совета Федерации и региональных законодательных собраний. Распустить политические партии. Это режим, подчеркиваю, чрезвычайной национальной диктатуры. Распустить политические партии. Преостановить деятельность парламентских структур, которые на сегодня никого не представляют. Второе. Уволить с госслужбы в течение месяца чиновников, имеющих собственность за рубежом или счета в иностранных банках. Приостановить возможность их выезда за рубеж до подтверждения ими в установленном порядке источников накоплений. Создать государственный кадровый центр правительства для подбора кадров государственной службы, контроля над их квалификацией и ротацией, проведение аттестации и очищение госслужбы от некомпетентных сотрудников. Много раз пытались это сделать путинисты, ничего у них не получилось. Провести проверку лиц, в отношении которых есть обоснованные подозрения в коррумпированности. То есть это все правительственные чиновники высшего уровня уж точно. Обратить в собственность государства все счета и доходные активы, предметы роскоши, находящиеся во владении госчиновников, не снявших подозрения в их коррумпированности. То есть здесь действует презумпция виновности, а не невиновности. Надо доказать свою некоррумпированность, доказать, что доходы, которые были потрачены на создание своих роскошных особняков, были законными. Ну а если не можешь, значит у тебя все это будет дело отнято, да еще уголовное дело будет возбуждено. 1. Организовать доверительное управление, изъятым у коррупционеров специальной государственной компанией. Коррупционеров, в отношении которых факты преступных деяний доказаны, подвергнуть уголовному преследованию с последующим запретом на профессию. 1. Контролировать расходы чиновников и его семьи, наказывать расходы сверх зарплаты лишением права занимать руководящие должности и получать государственную пенсию. 3. Создать государственный комитет по расследованию приватизационных актов и реквизиции незаконно присвоенной собственности, прикомандировав к нему специальную следственную комиссию Генеральной прокуратуры. 4. Пересмотреть приватизационные сделки по поводу государствообразующих и градообразующих предприятий. 5. Изъять в пользу государства производственные мощности, привлечь к уголовной ответственности с конфискации имущества организаторов сделок с нарушением законодательства и благоприобретателей. 6. Рассмотреть дефолт 1998 года и список потенциальных выгодополучателей от инсайда и самого дефолта. 7. Принимать решение об отказе от пересмотра приватизации при законной приватизации и эффективной работе предприятия или хозяйственного комплекса. 8. Предложить иммигрировавшим олигархам, осужденным российскими судами, по предъявленным государством счетам вернуть награбленное и возвратиться в страну для исполнения судебного решения. 9. При отказе применить меры государственного преследования непосредственно в местах проживания преступников. 10. Привлечь к ответственности лиц, безосновательно списавших долги других государств. Что у нас сейчас сделано многократно и совершенно циничным образом. 11. Зачислить руководителей и служащих государства образующих предприятий на государственную службу без права самовольного перехода на другую работу. 12. Учредить государственный комитет по национализации для проведения кадровой политики, анализа деятельности и правового статуса этих предприятий. 13. Запретить самовольно покидать пределы России собственникам предприятий и предписать их сотрудничество с указанным комитетом, включая соучастие в управлении предприятиями. Это необходимо для того, чтобы производство не остановилось, для того, чтобы прежние владельцы не торпедировали экономику Российской Федерации. То есть это фактически продолжение работы предприятий, которые уже изъяты из собственности, но те управленцы, которые намерены саботировать, просто получат дуло револьвера около своего виска. И если они попытаются заниматься саботажем, а соответствующие законопроекты у нас разработаны по изменению уголовного законодательства, то они получат все, что должны получить в актах легального насилия, которые и определяют государство. Легальное, основанное на законе насилия. Это и есть привилегия и монополия государства. В данном случае она должна быть применена самым жестоким образом, чтобы страну не обрушили в прах и не остановили в ней производство необходимых товаров и услуг. Пятое. Передать доверительное управление государством ведущие СМИ. Создать на телевидении общественные советы из представителей профессиональных ассоциаций и иных объединений, ученых, преподавателей вузов, учителей школ, родительской общественности, творческих союзов. Ввести нравственную цензуру, запретить ненормативную лексику и шоу, нарушающие традиционные этические нормы с отстранением нарушителей от эфира и увольнением без права работы в средствах массовой информации. Создать государственный комитет защиты русского языка с целью искоренения в СМИ и массовых коммуникациях пошлости, сквернословия, неоправданных заимствований иностранной лексики. Шестое. Восстановить смертную казнь в отношении наркоторговцев, наркопроизводителей, наркодилеров, педофилов, а также лиц, нанявших России крупный ущерб, измена, шпионаж, хищение в особо крупных размерах, преднамеренное убийство, мятеж. Ликвидировать ГИБДД, Государственную инспекцию безопасности дорожного движения, потому что она не занимается безопасностью дорожного движения, а занимается инспекцией. То есть она следит за всеми. Не организует дорожное движение, а следит. Нам не нужна такая в русском государстве, такая служба не нужна. Значит, ликвидировать ГИБДД, на ее базе сформировать гражданскую службу организации дорожного движения, естественно, регулированную на муниципальном уровне под контролем государственных органов. Восьмое. Отменить налоги на минимальную зарплату, определив ее базу. Установить прогрессивную шкалу налогообложения. Упростить систему налогообложения и документы оборота для создания условий работы малого предпринимательства без профессиональных бухгалтеров, среднего предпринимательства с привлечением одного единственного бухгалтера. Сократить кадры налоговой службы и иных контрольных и надзорных органов, ужесточив наказание за нарушения в этой сфере. Девятое. Отменить финансирование строительства всех административных резиденций. Мы знаем, какие дворцы понастроил Путин в последние годы. Достроить и переоборудовать их как государственные дома отдыха и санатории для детей и ветеранов. Десятое. Приостановить работу по спроектированным, но еще не начатым масштабным стройкам до специального решения. Ну вот типа всяких стадионов, там огромных спортивных сооружений. Полезные для социальной инфраструктуры объекты завершить и передать местным органам власти. Местным, потому что нам нужно, чтобы оживилась местная жизнь. Если строится стадион, то пусть он будет иметь местное значение, а федерального значения стадионы в качестве места, куда стекаются вот эти обезумевшие любители зрелищ, совершенно не нужны в русском государстве. Не нужны. Провести ревизию в строительстве виноватых в растратах подвергнуть длительным срокам заключения. Одиннадцатое. Пересмотреть все международные соглашения, выйти из договоров, по которым выгода для России сомнительна. Прежде всего надо выходить из составов БСЕ и ПСЕ, а также многих других структур, уже утративших какое-либо значение. Нужно подумать также и о выходе или снижении представительства в ООН, потому что это совершенно бесполезная для наших интересов структура, требующая колоссальных вложений. И если Российская Федерация выйдет из этой структуры, то я думаю, что она осыплется, и больше мы не будем вспоминать об этом инструменте мировой олигархии, а таковым ООН уже давно и является. Второй раздел. Модернизация политической и социально-экономической системы. Первое. Провести всеобщие выборы в местные советы. Представив право самовыдвижения и выдвижения кандидатов трудовыми коллективами и общественными организациями. У нас уже было такое, и практика совершенно правильная, потому что выдвигаются не самозванцы, а люди, за которых отвечают трудовые коллективы и общественные структуры. Действующие, естественно, они созданы сейчас к случаю. Передать местным советам полномочия по назначению глав соответствующих администраций, никаких прямых выборов, народные представители должны выбирать местную власть, или назначать эту местную власть назначению соответствующих администраций. Глав местной милиции, общественной безопасности, то есть никакого подчинения сверху вниз вот этих корруппированных структур, интегрированных сверху вниз, это местная власть и местные вопросы. Это как шерифы. Это служба почти что гражданская, она не требует специальной подготовки и специальных знаний, только доверия людей. Если есть специальные знания, спасибо, если нет, то лучше, чтобы было доверие. Можно обойтись и без знаний, или какие-то курсы по профессиональной подготовке для этих людей провести. Но главное их готовность честно служить и доверие к ним людей. А также дорожные инспекции, то есть не ГАИ, подчиненные, неизвестно кому, подчиненные местной власти. Местная власть определяет, кто будет руководить дорожной инспекцией. Местных избирательных комиссий, не назначение циковских центральных комитетов. Нет, местная власть отвечает и формирует избирательные комиссии из достойных людей. И получает доверие местная власть как раз тем, как она действует в отношении местной администрации, местной милиции общественной безопасности, именно милиции, а не полиции, не полицаев. Дорожные инспекции, местных избирательных комиссий по представлению общественных организаций. То есть случайных людей там быть не должно. Кто участвует в выборах, тот их и контролирует, потому что участвуют разные люди, разные силы. И поэтому здесь взаимный контроль есть. Здесь не нужны какие-то слева приглашенные члены избирательных комиссий, которые полностью коррумпированы сегодня ныне действующей властью. Деньгами или угрозами. Вот страшно очень за учителей, которые обучают наших детей лгать с самого школьных лет, поскольку сами учителя участвуют во лжи, в фальсификации выборов. Это уже массовая обязанность для учителей, это, конечно, ужасно разлагает их нравственную сферу, их личности. И также руководители местных судов, тоже никакой судебной корпорации. Местные суды, я считаю, что судьей на местном уровне уж точно может быть не профессионал, обычный человек. Так же, как и шерифом может быть тоже самый обычный человек. Не может быть такого законодательства, что обязательно нужен профессионал, который много лет учится и, наконец-то, начинает соображать, где справедливость и где законность. Нет, это должно быть у человека в крови. Он должен получить практику, например, правозащитную, защищая интересы граждан, или действуя в общественных объединениях, или получив какой-то иной опыт, который позволяет ему, по крайней мере, знать, хотя бы в черне законодательство, но все, что он не знает, ему должны посоветовать профессиональные помощники. Вот они действительно должны учиться долго и учиться работать с гражданами, которые будут сами судить своих преступников, а не передавать все это дело какой-то корпорации, которая на сегодня полностью выродилась. Второе. Восстановить право граждан собираться свободно и без оружия для обсуждения своих проблем и деклараций своих требований на митингах, демонстрациях, шествиях, пикетах. Запретить органам правопорядка вмешательство за исключением мер по поддержанию общественного порядка. А эти меры должны быть полностью на совести тех, кто проводит эти общественные мероприятия. Если нужно вмешательство полиции, они к полиции могут обратиться. Если они не обращаются к полиции и намерены самостоятельно решать вопросы безопасности, даже в случае возникновения каких-то беспорядков, то тогда это делают они сами, без всякой полиции, без всякой милиции. И только если беспорядки вырываются за пределы какого-то отведенного места для проведения массовых мероприятий, когда возникают уголовные преступления, например, драки, избиения, тогда полиция может вмешаться. И то вовсе не обязательно при этом прекращать какой-то митинг или шествие. Вот если организаторы сами являются нарушителями, если они сами подстрекают к массовым беспорядкам, тогда другое дело. Можно даже не вмешиваться, если беспорядки не перешли определенной грани. А потом задержать их, привлечь к суду и достаточно жестоко наказать. Но митинги, шествия, пикеты должны быть абсолютно свободны в уведомительном порядке, так как у нас есть в законодательстве, но плюют органы полиции и так называемых служб безопасности в департаментах разных уровней на это право граждан собираться свободно. Уведомили и все. И одиночные там пикеты или там пикеты с 10 человек не надо никого уведомлять. Да, шествие, митинг, который собирает там больше 100 человек, желательно, чтобы власть знала, где поставить ограждение, где согласовать продвижение, чтобы не было препятствий другим людям и минимизировать те неудобства, которые возникают. Это право граждан, ему не может быть противопоставлено другое право, закрепленное в законах. Это право должно быть реализовано абсолютно свободно. А наступление на это право – это есть антиконституционная, антигосударственная деятельность. Сегодня ею занимаются правоохранительные органы и их хозяева. Они должны получить за это соответствующие не просто подзатыльники, но серьезные приговоры суда. Третье. Поручить Минюсту помогать в редакторе документов партии общественных объединений с целью их регистрации в заявительном порядке. Тоже просто заявительный порядок. Запретить отказы в регистрации по причине неправильного оформления документов. Правильное оформление документов должен обеспечивать Минюст, который проводит регистрацию. Никто другой. Гражданин не обязан все запятые знать и исправлять все ошибки. И вот эти уловки, что у вас тут запятая не там, тут вы не то написали, поэтому идите прочь и проводите заново свой съезд. А съезд у вас будет полномочный, если съедутся из половины регионов, сотни людей затратят на это колоссальные деньги. Все эти уловки должны быть отменены. А люди, которые эти уловки применяли, они же применяли их беззаконно, все должны быть наказаны. Включая тех, кто работал в Минюсте в период, когда, например, издевались над нашей партией Великой России, когда они не позволяли ее зарегистрировать, фальсифицировали документы. Все это у нас, кстати, есть, и то, что документы фальсифицированы, мы можем доказать в любом суде еще раз. Но, к сожалению, суда такого нет, где можно что-то там доказывать. Но все эти лица, которые работали тогда в регистрационной палате, конечно, должны за фальсификацию сесть в тюрьму. Мы фамилии всех знаем, все детали, конечно, передадим будущему комитету, который будет заниматься и в чрезвычайном порядке всех этих негодяев вычислить. 5. Запретить внедрение и пропаганду чуждых нашей культуре программ толерантности, мультикультурности, ювенальной юстиции и планирования семьи. Мы знаем, кто раскручивает эти программы. Все они должны быть привлечены к ответственности за свою деструктивную деятельность, и эта деятельность должна быть пресечена. 5. Провести ревизию крупнейших частных достояний, обратить в государственную собственность крупный капитал при отсутствии сведений о легальном приобретении прав на него, предоставить его владельцам возможность сохранить часть капитала в размере установленного норматива, добровольно передав избыточные активы государству. То есть люди, которые видят, в чем состоит их вина, должны договориться с государством, чтобы не было у нас больших затрат на вот эти репрессивные меры, что часть передается, а что-то мы можем оставить, в особенности те фрагменты собственности, которые приносят пользу людям, а не только этим собственникам. Тогда, да, почему бы и нет, пусть останется за теми, кто владеет этими предприятиями, этими объектами собственности, если они действительно полезны и другим людям. Потому что собственность – это не только право, но и ответственность, и обязанность. 6. Запретить хранение государственных резервов в иностранных банках и в иностранных ценных бумагах. Хранить исключительно в России государственные резервы «Золотой запас». Запретить хождение и хранение иностранной валюты в России. Запретить обменивать на рубли иностранную валюту при въезде в страну с обратным обменом, при выезде из нее. Запретить предпринимательство через офшорные зоны. Просто запретить, не разговорами пытаться все это усовестить, как Путин. Вы будете пыль глотать. Кто? Ох, как испугались. Сам же и организовал весь офшорный бизнес, все его приятели там пасутся и говорят, вы будете пыль глотать. Уже 10 лет прошло, как они с удовольствием эту пыль глотают. Золотая пыль оказалась. Закрыть возможность ввести бизнес на территории России владельцам офшорных капиталов. Либо ты там, либо ты здесь. То есть, если есть какая-то иностранная офшорная фирма, все на территории России, ее допуск закрыт. Седьмое. Создать государственный комитет жилищных программ, поручив ему координацию всех строительных организаций, независимо от формы собственности, обязав их продавать жилье по себестоимости. Вот здесь очень важный момент. Это введение бесприбыльного бизнеса на определенный период в тех сферах, где особенно зверствует коррупция, которая очень сильно воздействует на стоимость объектов, которые продаются, передаются гражданам или государству. Прекратить строительство элитного жилья. Просто прекратить. Только жилье, необходимое для людей. Напоминаю, что это на определенный период, на три года. Организовать строительство массового социального жилья для молодых семей, строительной фирмы. Хотите получать хотя бы зарплату на своем уровне, а не ликвидировать предприятие, стройте жилье, государство будет у вас выкупать по себестоимости, а вы будете обеспечивать себе зарплаты. И сохраните свои фирмы на период чрезвычайного положения. Дальше положение будет смягчено. Минимизировать затраты на строительство жилья. Перейти к новым технологиям быстровозводимого и дешевого жилья. Обеспечить поощрительные меры для успешно работающих строительных организаций путем выделения квот на строительство улучшенного жилья от общей площади жилья, возводимого по государственным программам. То есть построил, скажем, миллион квадратных метров жилья, на тебе 10 тысяч квадратных метров можешь построить улучшенного жилья. Не элитного, не роскошного, не замки и дворцы, а улучшенного. Улучшенного в какой-то степени, об этом можно договориться потом, о чем идет речь. 8. Принять программу подготовки школьных кадров, обеспечить единую систему госстандартов и учебников для школ, проводить при необходимости их профилизацию на основе долгосрочных прогнозов рынка труда, ликвидировать любые формы платности государственного образования, любые, включая ВУЗ, школу, дополнительное и школьное образование, установить квоту для частного образования не более 20% от числа обучающихся в стране школьников и студентов, установить стипендию студентам не ниже прожиточного минимума в каждом регионе. Это фундаментальное изменение всей системы образования, запрет на профанацию образования и запрет на превращение образования в частный бизнес, который морочит людям голову вместо образования, дает филькину грамоту и только отсрочку от собственной жизни. Девятое. Реализовать всеобщую воинскую обязанность через замену обязательного призыва всеобщей воинской учебы по месту жительства. Тоже очень важный пункт и фундаментальное решение. Установить оплату оборонного налога лицам, не желающим учиться военному делу или не способным к овладению военной специальностью, предоставить право службы в армии лицам, получившим военную специальность. То есть в армии должны служить уже те, кто подготовлен к этой службе. У нас армия стала маленькой, обучаться там некогда, там надо служить. Обучение в порядке всеобщего образования. Не хочешь учиться, будешь платить налог. Тебя должны сколько солдат защищать? Один, двое, сколько приходится на душу населения. Вот такой налог на обеспечение службы одного солдата, в целом по оборонным расходам, будешь платить налог. Если не будешь этот налог платить, то тебе либо тюрьма из-за злостного уклонения, либо ты вообще не дееспособен и как гражданин являешься пустым местом. Обязать административные территории шефствовать над своими солдатами, именовать полки по территории, откуда состоялся набор основного контингента солдат. Установить зарплату солдата не ниже средней по стране. Потому что это служба, это служба, а не рабство. Солдат должен быть уважаемый, у него зарплата должна быть средней по стране. Ввести повседневный статусный символ, открыто носимое огнестрельное оружие при офицерской форме. Изъять право повседневного открытого ношения оружия у милиции, полиции, сохранив его для спецподразделений, ну естественно в процессе исполнения своих служебных обязанностей. Расформировать внутренние войска, передать их материальную базу армии и флоту, федеральной и муниципальной полиции. Повысить обороноспособность приграничных территорий за счет традиционных форм вооружения народа, казачества. Это и есть главная функция казачества. Защищать свою страну, а ни в коем случае не осуществлять полицейские функции, как это делается сейчас у так называемых реестровых казаков. Это просто позор казачества, это фальсификация, это не казачество уже, это действительно полицейские силы, добровольные дружинники. Вот что такое ныне казачество, которое осуществляет полицейские функции, там патрулирование чего-то. Приграничная служба, вот что такое казачество. Приграничная служба, военизированные поселения и уничтожение там наркоторговцев, например, которые пересекают российско-русско-казахскую границу. Просто по факту появление их в зоне, где отстрел таковых перебежчиков разрешен. Третий раздел. Чрезвычайные меры в сфере демографии. Кто-нибудь этим занимался, кто-то разрабатывал из ныне действующих властей? Нет, конечно. Все эти меры стали фикцией, фельдкиной грамотой и способом изъятия денег из бюджета. Больше никаких других заслуг у ныне действующей власти в этой сфере нет. Первое. Увеличить десятикратно разовым порядком финансирование всех учреждений, связанных с сопровождением беременности, родов, первых лет жизни детей. Развернуть индустрию отечественного производства товаров для детей и детских учреждений, покрывающего их потребности. Повысить уровень медицинского обслуживания, диагностики и диспансеризации, охватывая все слои населения. Второе. Ввести налог на бездетность, исключая лиц, физически неспособных иметь детей. Ввести социальное пособие на каждого ребенка в размере не менее 30 тысяч рублей ежемесячно с покрытием основной части пособия детскими товарами, детским питанием и услугами, предоставляемыми детям. Выделять семье дополнительно к этой сумме 20 тысяч рублей в месяц на семейные нужды при рождении второго ребенка, 50 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Учитывать как стаж работы для начисления социальной пенсии и весь срок воспитания детей от рождения первого ребенка до совершеннолетия младшего семьи ребенка. Обеспечить за счет государства получение бесплатной литературы с рекомендациями по уходу за детьми и введению домашнего хозяйства в каждой семье, имеющей детей школьников. Все эти меры весьма радикальные, и на них деньги в бюджете есть, я вас уверяю. Если бюджет ориентировать на продолжение нашей страны, а не на ее убиение, деньги в бюджете есть, и они будут получены в том числе и теми мерами, которые указаны здесь в отношении экономики, хозяйственной, политической деятельности. Третье. Принять меры к стабилизации численности государства, образующего русского народа. При сокращении численности русских вводить в регионе меры государственного контроля с приостановлением права на самостоятельные решения региональных и местных органов власти. При резком оттоке русского населения вводить управление регионом государственными уполномоченными с прекращением всех полномочий региональных органов власти. То есть прямое президентское правление, можно назвать его так, или сверхдиктатура. Там, где русских начинает притеснять государство, образующий народ, это подготовка к отторжению части территории и массовое нарушение прав граждан. Ввести меры поддержки рождаемости и увеличения финансирования детских учреждений, начиная с Дальнего Востока, Сибири и регионов, где наиболее остра демографическая ситуация. Это русские регионы. Четвертое. Предпринять меры против абортов и постепенно подойти к установлению запрета на аборты без медицинских показаний. Ввести уголовную ответственность за рекламу абортов и склонение к аборту. Обеспечить каждой беременной женщине, в том числе намеренной отказаться от ребенка, пребывание в специальном пансионе вплоть до его рождения. Реквизировать для этого государственные и ведомственные пансионаты и дома отдыха, перепрофилировать или выкупить при необходимости частные заведения подобного типа. Развернуть сеть семейных детских домов, привлекая для их организации многодетные семьи, которые готовы посвятить себя воспитанию детей. Пятое. Прекратить неконтролируемую миграцию в России и на культурных народов, лиц, не владеющих русским языком. Принять программу организации рынка труда и автоматизации труда с целью исключения трудовой иммиграции неквалифицированной рабочей силы. Поощрять работу высококвалифицированных кадров, прибывающих из-за рубежа, в случае, если в России отсутствуют работники аналогичной квалификации. Предоставить полноценные возможности переселения русского населения соседних стран с предоставлением льготных кредитов, либо безвозмездных суд на приобретение жилья, организовать их трудоустройство и содержание детей, предоставить аналогичные условия всем переселенцам из мегаполисов и городов-миллионников в сельскую местность. Надо расселять эти ужасные образования, прежде всего, Москву. Ограничить эмиграцию населения Северного Кавказа в центральные районы России, используя ужесточение условий регистрации и предоставления работы, развернуть на Северном Кавказе строительство крупных предприятий, в том числе нефтехимии, атомной энергетики и других отраслей индустрии. Пусть работают на сложных предприятиях, а не занимаются рэкетом по всей стране. При необходимости принудительно задействовать для работы на строительство тех, кто длительное время нетрудоустраивался и ведет паразитический образ жизни. Кроме права на труд, есть еще и обязанность трудиться, потому что общество не обязано обслуживать дееспособного человека, который решил лентяничить и жить за счет других. Шестое. Ввести полное освобождение от федеральных налогов предприятий, выпускающих продукцию для местных нужд на территориях за Уральским хребтом, вне крупных городов восточной части страны. Реализовать программу создания семей заключенных, готовых переселиться в репродуктивные центры сельской местности, на которые распространяется режим колоний-поселения. Обеспечить выделение земли и кредита на приобретение жилья из сельхозинвентаря с его частичным или полным погашением государством, досрочное освобождение при рождении второго ребенка и переход имущества, пожизненное наследование владения при рождении третьего ребенка. Принять систему льгот и возможности занятия активной трудовой деятельностью для переселения всех желающих из городов в сельскую местность. Относительно заключенных, это меры, аналогичные тем, которые в свое время вводил Муравьев Амурский, используя для заселения Дальнего Востока, в том числе и заключенных, которые там отбывали наказание. Седьмое. Принять программу стопроцентного обеспечения российских семей местами в детских садах и яслях, которая должна быть реализована в течение года любыми средствами, вплоть до освобождения помещения администрации любого уровня, передачи их штатных единиц в детские учреждения. Принять аналогичные меры по проблемам бездомных, стариков, вымирающих деревень. Восьмое. Вести принудительное лечение алкоголиков и наркоманов. Принудительное. Запретить рекламу алкогольсодержащих напитков, включая пиво, рекламу табака. Ввести ограничение производства алкогольсодержащих напитков и их реализацию через предприятие торговли для условно-безопасной нормы потребления, а затем до уровня не выше трех литров чистого алкоголя на душу населения в год. Это примерно историческая норма для России. Ввести аналогичные меры в области производства табака и принять программу резкого сокращения табакокурения. Запретить курение во всех государственных учреждениях и общественных местах. Исключить курение вне мест, обеспеченных средствами вентиляции и утилизации отходов. Эти меры отчасти приняты в российском законодательстве, но они, увы, бездействуют. Четвертый раздел. Меры по реиндустриализации и опережающему развитию. Первое. Создать при правительстве специальный орган управления по типу американской DARPA, но с более широкими полномочиями для разработки и реализации инноваций до уровня организации серийного производства с целью ликвидации отставания от ведущих экономик мира. Второе. Правительству подготовить в трехмесячный срок десятилетнюю программу экономического развития для обеспечения национальных интересов. Преимущественное развитие направлений мировой науки, в которых является или в которых в ближайшие годы будет конкурентоспособна, российская наука. Обеспечение военно-промышленной безопасности страны. Что-то сейчас делается, но что понять нельзя. Очень много имитаций, они смешиваются с реальными делами. Отделить одно от другого пока не представляется возможным. Эффективное использование особого географического положения и эколого-экономического преимущества России. Стимулирование демографического роста и продолжительности жизни населения, опережающего развитие транспортной инфраструктуры страны. То есть сначала дороги, потом города. Иначе города просто не возникнут. Третье. Проводить в течение трех лет в мобилизационном режиме реализацию программы строительства инфраструктурных объектов, в том числе путем принудительного использования неработающего длительное время работоспособного населения в столице, крупных городах и регионах страны. Четвертое. Повысить эффективность антимонопольного регулирования, сделав его основным видом экономической деятельности правительства. Основным видом. То есть в принципе Министерство экономики, экономического развития и торговли надо ликвидировать. Оно просто бесполезно, если не вредно. Скорее вредно. Пятое. Установить препятствия инновационным процессам, приняв комплекс принудительных и стимулирующих мер по привлечению инвестиций, освобождению от некомпетентного менеджмента крупных предприятий, подавлению коррупционной ориентации чиновников, снятию законодательных ограничений на малые опытные серии новых технических изделий. А есть такие уголовные преследования, выпускаешь малую серию, все ты бизнесмен. Ты ученый, который пробует выпустить какую-то новую продукцию. Нет, это оказывается все уголовное преступление, налоги не заплатил. Шестое. Реорганизовать финансовую сферу, определив ее главной задачей рост производства, запретить кредитование заемными средствами, обложить прибыль от операций с денежными суррогатами 100% налогом. Хотите операции с валютой на курсах валют играть, у вас отнимут все. Ну, пожалуйста, играйте, если хотите уж так поиграть. Но вся прибыль у вас будет отнята. Ограничить, а затем запретить растащичество, преобразовать все банки в инвестиционные банки или сберегательные кассы. Доходы банков ограничить сферы услуг при проведении финансовых операций клиентов и при участии в инвестиционных проектах. Седьмое. Национализировать сберегательный банк, гарантировать защиту вкладов граждан и предприятий от влияния инфляции начислением инфляционного процесса, вычисляемого по открыто опубликованной методике. Увязать данную методику со стоимостью потребительской корзины, иных процентов на вклады не начислять. Ну, сюда же вот надо дополнить, конечно, национализировать центральный банк, который внезапно тут оказался частью Федеральной резервной системы США, то есть инструментом мировой олигархии. Ну, руководство надо, конечно, посадить. Это заведомые преступники, которые ведут преступную деятельность, используя государственные средства, которые раздаются тем же банкам, и вот создается такая инфраструктура внешнего управления российской экономикой через Центробанк и банки, которые используют передаваемые им денежные средства. Восьмое. Передать под контроль ассоциациям товаропроизводителей и потребительским обществом сетевые торговые структуры. Установить квоты на ввоз импортных товаров в зависимости от экономического положения и исключить монополизм в пользовании квотами. Это все основано на реальных проблемах российского предпринимательства. Девятое. Принять программу низкобюджетного госаппарата и их планового сокращения управленческих кадров в целом в сочетании с программой повышения их квалификаций и упрощения управленческих процедур с применением новейших информационных технологий последовательной передачи части функции общественным организациям. Ввести нормативы численности и долю затрат на содержание сотрудников частных предприятий, не занятых непосредственно в производственной сфере. То есть те, кто хочет своих родственников в секретарше устроить, те получат дополнительный налог за превышение необходимых норм. При превышении норматива определить штрафные санкции, ежегодно проводить плановое сокращение численности госаппарата и затрат на него. Пятое – это вопросы Учредительного земского собора. Вот это заключительная часть – Учредительный земский собор, который должен принять основные законы нашей страны после чрезвычайного положения. Учредительный земский собор формируется президентом или чрезвычайным правителем на непартийной основе, исключительно непартийной. И при устранении участия в нем лица, занимавших в последнее время, в последние годы административные посты в государственном аппарате или в высшем руководстве крупных корпораций, принимает декларацию о континуитете правопродолжения, в котором решает следующие вопросы. Первое – утвердить российское государство как правопродолжателя предшествующих форм государственности. Этого нет, такой декларации нет. И, соответственно, правопродолжение в одних случаях готово признать чиновники, в других нет. Полный хаос и международная нестабильность положения Российской Федерации и России в целом. Второе – определить критерии легитимности власти в периоды нелегитимности, имевшие место в XX веке. Определить принципы компенсации принятых в эти периоды решений для восстановления непрерывности правовой истории и оценки действий лиц, допустивших произвол. Это очень важно, чтобы разделить тех, кто нанес ущерб стране своими действиями и тех, кто поддерживал ее государственность в течение этих периодов действий нелегитимной власти. Разумеется, после февраля 1917 года, после августа 1991 года, когда расчленили СССР, после фальсифицированных в 1996 году выборов президента и так далее. Все это Земский Собор должен определить. Третье – объявить русский народ государствообразующим, русскую культуру ведущей, обязательной для распространения во всех учебных заведениях и организациях, получающих поддержку государственных институтов. Частным образом, частный мусульманский университет, ради бога, только мы будем контролировать, откуда деньги берутся. Да, и что русский народ государствообразующий. Ну, а русская нация – это все те, кто входит, кто поддерживает все эти действия, направленные на укрепление российской государственности, на укрепление русского характера России. Независимо от того, какого происхождения человек, если он считает Россию русской стороной и поддерживает это обстоятельство всеми силами, а не противодействует ему, он является частью русской нации, он следует всему тому, что положено для гражданина. Помните фильм «Звездный десант»? Если ты воюешь, проливаешь кровь за родину, то ты гражданин, а если нет, то извини, просто житель, подданный, больше ничего. От тебя и спрос маленький, но и перспектив у тебя немного в таком статусе. Объявить Россию конституционной монархией, что, конечно, будет приемлемо не для многих, но по мере становления русского национального мировоззрения и снятия всех информационных мифов XX века, все это станет понятным почему. Определить статус и состав российского императорского дома – это как раз очень важно. То же самое, что призвание царя, то есть нужно увидеть, где здесь правовые ограничения есть, и кто на самом деле может входить в российский императорский дом. Круг передаваемых ему государственных полномочий – часть полномочий, не все, конечно, и не сразу могут быть переданы российскому императорскому дому. Определить лицо, наделяемое статусом императора России, царя, и декларировать принципы адаптации правовых норм основных законов Российской империи о престол наследии в современное российское законодательство. Ну, кстати, и всех вообще основных законов Российской империи, они тоже должны быть или в них должно быть адаптировано современное российское право. Пятое. Объявить Россию унитарным государством с названием Россия, никакой федерации. Устранить слово федерации из названия государства, ликвидировать субъекты федерации, совет федерации и иные органы, регулирующие отношения между регионами, а также регионами и центральной властью, предполагающие обособленный политический статус регионов. Административный, ради бога, никакого политического статуса, поэтому никаких парламентов и никакого обособленного законодательства, конституции, президентов, министров, правительств. И, соответственно, и бюрократия будет сокращена. Шестое. Определить задачи Государственного комитета по конституционной реформе, предусмотрев сроки и порядок выборов в Государственную Думу и формирование Земского собора. Определить первоочередные законы, принимаемые Думой в начале своей работы, в том числе об отмене Конституции 1993 года и замене ее государствообразующими законами, прямого действия с раскрытием в деталях процедуры исполнения декларированных принципов, чего нет в современной Ельцинской Конституции. Утвердить Земский собор как народное представительство, контролирующее деятельность парламента и правительства. Он собирается накануне завершения полномочий парламента и выносит оценку его деятельности, которая определяет право действующих депутатов участвовать в выборах членов Кабинета министров, вновь занять свои посты при утверждении нового состава правительства. Земский собор контролирует соблюдение декларации о континуитете и правопродолжении. Ну и здесь как раз та функция, которая предусматривается законам об ответственности власти, разработанной соответствующим движением во главе с Юрием Мухиным и Кириллом Барбашом, сейчас они находятся в заключении именно за то, что хотят ввести процедуру ответственности власти, причем ввести ее через всенародный референдум. Седьмое. Провозгласить готовность к воссоединению с Белоруссией, Украиной и Казахстаном в единое государство и определить возможные промежуточные формы союзных отношений с ними. Восьмое. Воссоединяясь государство с зарубежными соотечественниками, не имеющими российского гражданства, признав их частью политической нации с вытекающими отсюда правами и обязанностями. Конечно, это очень плотный текст и многое здесь требует разъяснения, просветительской работы. Тем не менее, это основа для того, чтобы будущее русско-национальное правительство, русский лидер, русский диктатор вернули российской государственности весь тот потенциал, который был отнят у нее сначала коммунистами, социалистами, либералами и всякой прочей левой нечистью. Вот вычищение этой нечисти, отделение гниющих органов от здоровых и должна заниматься будущая русская власть в режиме национальной диктатуры в течение короткого срока, определив все то, что позволит России выжить и процветать в течение бесконечного, необозримого, по крайней мере, периода, после того, как режим национальной диктатуры будет снят. Его цели и задачи будут выполнены. Я предлагаю русским людям поддержать то, что было сейчас сказано в качестве некой виртуальной предвыборной программы, которая должна сплотить русских людей не для того, чтобы ходить куда-то голосовать, напротив, для того, чтобы не голосовать за то, что не имеет никакого смысла, за то, чтобы снова над вами встали всякие произвольные люди, не имеющие никакого понятия о задачах российской государственности и средствах ее спасения. Режим национальной диктатуры – это режим спасения России от распада, который уже наметился и может произойти в любой момент, потому что у власти находится предательская группировка интернациональной олигархии и изменники, которые обслуживают этот режим. Россия и русскую власть – это и есть главная цель русской национальной диктатуры. В полной мере Россия должна стать русской, и это принесет огромную пользу и всем остальным коренным народам, и успокоит весь остальной мир, что Россия не собирается с ними враждовать, а собирается вписаться в мир, но как образец справедливости и продолжения исторических традиций своего собственного народа. Этот пример должен показать и другим нациям, как нужно освобождаться от диктатуры олигархии через национальную диктатуру и утверждать национальные государства, которые затем, вступая во взаимодействие, в диалог, найдут общие интересы, составят общие союзы против возрождения олигархии, где бы она ни попыталась вновь образоваться и захватить власть. Редактор субтитров А.Семкин